Музыка 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 и обсуждали книгу товарища нашего Светлова. Я хочу сказать, что я отдыхала как-то в Калинке, и он отдыхал в Калинке, он наверху отдыхал, а я в дневном отделении. И я там давала сольный концерт. Ну, я там рассказывала о севере, всё. И после сольного концерта он посвятил мне стихи «Норильчанка». Но я была обязана написать, сочинить музыку. Поэтому я пока про «Норильчанку» спою. «Норильчанка, северянка, как царица вся в мехах, серебристых, соболинных, неподвластно холодам. Целый день готов я слушать, как прекрасно ты поёшь, море света излучаешь, море радости даёшь. Голос чистый, серебристый, да бескрайнюю зовёт. А струна твоей гитары соловьём в душе поёт. Твоё пение под гитару многим душу берегит. Всё былое воскрешает, а в глазах слеза блестит. И так хочется навечно снова в детство убежать. И как в юности беспечной об любви большой мечтать. Норильчанка, северянка, как царица вся в мехах, серебристых, соболинных, неподвластно холодам. Но потом он изменил. Серебристых, соболинных, неподвластно тихминским женихам. То есть он был у меня влюблен. Так, ну а теперь тема 9 декабря. Недавно мы в калинке шили бельё для СВО. И наша группа, которая это всё производила, проводила, сказала, чтобы я написала стихи на поддержку наших воинов. И со своей фотографией отправить этот листочек. И вот что я им отправила. Что подруга моя загрустила, Что печалит тебя и томит, Ты, сыночка, на фронт проводила, И душа постоянно болит. Не горюй, он вернётся с победой, У солдат нынче служба, дела. Он вернётся живой, он приедет, Лишь бы ты его очень ждала. И второе, это уже песня. Закрывают тучи синее небо, Уезжает миленький на войну. Как собраться силами, Выдержит мне бы, Оставляет он меня одну. Как собраться силами, Выдержит мне бы, Оставляет он меня одну. Тучки, тучки, милые, Расскажите, Что же ожидает его в пути Верную дороженьку укажите, Чтобы все преграды обойти. Ах, война, война, Година лихая, Долюшка народа нелегка, Выдержит страна моя родная, Чтоб верим, что победа так близка. В бой идут отважные солдаты, Чтобы вражью силу победить. Их отцы и деды сражались когда-то, Их былые подвиги надо чтить. Ну и еще одно маленькое стихотворение, Это было со мной в четвертом экране. Когда я увидела в луже, Валялась книга. Обходить мне довелось Лужицу ужасную, И внимание привлекла Книжица несчастная. Это книга о войне, О боях за Волхов. И понадобилось мне Разобраться толком. На страницах, что в воде, В бой идут солдаты. Появлялись кое-где Памятные даты. Не узнает о войне Тот, кто книгу бросил. Только думается мне, Что судьба-то спросит. Тихвин, 14 октября 1941 года. Мирное небо над станцией Тихвин. Мимо идут поезда. Маленький город, Уютный и тихий. Был он таким не всегда. Год 41-й. Старинный наш город Стал перекрестком войны. Все тут сошлось. И бомбежки, и голод, И безопасность страны. Оперативность работы вокзала Словно на фронте важна. Раненых надо отправить сначала. Армии помощь нужна. А память людскую Навеки вонзился. Мощный воздушный налет. В небе на станции Вдруг появился С черным крестом самолет. Следом стервятников Хищная стая. Бомбы прицельно летят. Рельсы с вагонами В землю гниная. С нефтью цистерны горят. Их машинисты Спеша расцепляют. Но раскаленный металл Кожу с ладоней Несчадно сдирает. Аду подобен вокзал. Рвутся снарядов С угасами тонны Со смертоносным огнем. Бьются пожарные И обреченно Стонут сгорая живьем. Ждали отправку Блокадные дети. Нет им спасения в одну. Матери их На перронах не встретят В сорок победном году. Я не помню войны За два дня до нее Родилась белой ночью далекой Почему-то всегда Ранит сердце мое Разговор о войне Той жестокой Левитановским голосом Сводки с фронтов Что по радио Слушали люди Оплевков матерей Из соседних дворов Память детская Вряд ли забудет И запомнилась Давней дождливой порой Слезы мамы О папе с братишкой Унесенных навечно Смертельной войной Да с седыми вестрами Мальчишка А ночами-то Хлебушек грезался нам И сходили с диной голодных Рвали души на части Беспомощных мам И дрожали В постели холодной И последний кусок Мамой отданный мне Что сказать Я могу вам еще О войне Декабрь 41-го года Наш Тихвин В огне и дыму За месяц сражений с врагами Немало досталось ему Фашистам был нужен наш город Чтоб путь перекрыть Ленинград Застыл фронт натянутым луком Снарядов просыпался град До отставки приказывали Скову командование принять Чтоб срочно в ближайшее время Фашистов разбить и прогнать И как не силен был противник Большие потери он нес Шли в бой кавалерия, танки Наш шанс на победу возрос Шла армия с юга, с востока И с севера громко на над И немцы тогда отступили И путь был открыт в Ленинград Декабрь 41-го года Победой зовем мы не зря Ведь Тихвин тогда отстояли За это и выберут, друзья Стоял когда-то город Тихий Жизнь шла своей очередой Но в трудный год встал город Тихий Чтоб защитить страну собой Здесь шел тяжелый страшный бой Горел наш город Гибли люди Нас не было тогда с тобой Но подвиг предков помнить будем И в неоплатном мы долгу Пред нашими фронтовиками Я с гордостью сказать могу Мы помним вас Мы сердцем с вами Далась победа нелегко Но город счастью отстояли Прогнали немцев далеко Земли ни пяти не отдали И вот стоит наш город Тихий Живет, цветет из года в год Теперь не скажешь, что он Тихий Здесь полным ходом жизнь ведет Аплодисменты Валентина Владимировна Вы что-нибудь прочитали? Начало войны Казалось, было холодно цветам И от росы они совсем поблекли Зарю, что шла по травам и кустам Обшарили фашистские бинокли Цветок в росинках весь К цветку приник И пограничник протянул к ним руки А немцы, кончив кофе пить в тот миг Влезали в танки Закрывали люки Такою все дышало тишиной Что вся земля Что вся земля еще спала Над белорусской землей Над белорусской землей Темно Над Украиной Будто не светало С трудом вставало солнце над кустами В дыму Солнце И тогда над нею Стало ему сиять Над родиной моей Ну, для Галины Николаевны Может быть, я сделаю сюрприз Вы много произведений давали На литературный конкурс «Аксис» И вот одно из стихотворений Посвященное вашему деду Мне очень нравится Можно я его прочитала? Да Весной сорок пятого Дедушка мой Пройдя пол Европы Вернулся домой Прошел добровольцем Безусым юнцом Вернулся седым Без руки С костылем Награды за смелость На крепкой груди Планов, надежд громадье Впереди Колхоз поднимать Надо выстроить дом Болеть недосуг Отложил на потом Года словно кони Стремительно мчат И вот уже дедушка нянчит в мучах Однажды, когда мы с сестрой подросли За справкой у деда к врачу повели Хирург за собою закрыл плотно дверь Чтоб дед не услышал Скажу вам теперь Что сильно сейчас удивило меня Как дед дотянул ваш до этого дня Под сердцем осколок застрял у него Стар Сделать нельзя уж теперь ничего Пусть так и живет Пусть не знает о том Что вражий гостиниц принес в отчий дом За чаем вечерним мы дружно сидим На деда с большим интересом глядим Спросила я Дед, расскажи про войну Историю нам хотя бы одну Дед долго молчал и смотрел на меня Нет, мне не забыть будет этого дня Смотрела мне в душу тоскливая боль Уж ты извини меня, внучка Уволь Бутылку из шкафа достань, принеси И больше об этом меня не проси Галина Николаевна, я тоже с верху Так, вот так, вы почитали Да, в 93-м году я прочел, помню, книжку Вот не эту, а тоненькую такую Тоже о боях за освобождение Тихлина Прочел снова перечитал И вот результат Кровь и путь сорок первого года Гнев и голод, надежда и страх Бой за тихвин в окрестных лесах Бой на улицах древнего города Бой на улицах древнего города Бехтуй, Кайвакс, Литвая горка Плендажи на Кишовой горели Кто сражался, кто трапал скорей Крест неся свой, да горушка горькая Крест неся свой, да горушка горькая Спасибо 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 Мальчишки Мальчишки Взрослеют поздно Погибнут ужасно рано Одни На дорогах звездных Другие В угаре пьяном Судьбе Не покажешь дулю Стреляет она В десятку Крапит Роковая пуля То в голову То по лопатку Мальчишки Судьбе не внемлют Но если вдруг Час суровый За дом За родную землю Да с честью Всегда готовы Есть правда Есть чувство долга Есть небо И есть клубины Мальчишки Взрослеют Долго До самой своей Кончины День рождения Великого отечества Неравный счет Бойцу Исполнилось Семнадцать А танков было Восемнадцать Не в пользу Человека счет И смерть уж К нему пристала Куда ты Супротив металла А он ей Бац В беззубый рот Не по злобе Да и не больно Потом по танкам Бронебойным Все в цвет Костлявая Все в масть Война не знает Чувства меры Горели черные пантеры И морды зарывали В грязь Гоняй-ка Смертушка С запивом Сказал Боец Неторопливо Мне помирать Никак нельзя Но тут Глаза его Закрылись И с неба Ангелы Спустились Кратка Солдатская Стезя Бойцу Исполнилось Семнадцать А танков Было Восемнадцать Такой вот Выдался Расклад Семнадцать Врагов И парит Над речкою Люди в нем И милы И молоды Называется Тихвин Городом Говорила мне Память вечная Долг Священный Служить Отечеству Закаляться Огнем И холодом И гордиться Великим Городом Память Вдрогнула И добавила Не нужны мне Чужие Правила Не надейтесь Не ждите Вороги Не сдадим Нам Детишки Дорогие Все Спасибо Спасибо большое